За прошедшую неделю в Харциский город-дел МВД ДНР поступило почти две сотни заявлений о преступлениях. На территории города по-прежнему сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости. В городах и поселках Большого Харциска активно идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Эти и многие другие темы обсуждались сегодня на еженедельном аппаратном совещании в администрации Харциска. Коммунальные службы Харциска продолжают активно заниматься подготовкой к осенне-зимнему периоду. Ведется промывка труб центрального отопления, выполняются кровельные работы, решается ряд других немаловажных вопросов. О проделанной коммунальными службами города работе доложил начальник УЖКХ Виталий Смык. Соцсфера по объектам на 20% вышла согласно дорожной карте, но имеется отставание по ремонту крови. Как шифры, так и мягко. В проценты не вкладываемся. Это культура и образование. В больнице на проценты вышли. По теплоснабжению проценты все выполняются, даже перевыполнение по некоторым позициям. По водоснабжению есть перевыполнение по ревизии запорной арматуры, насосного оборудования, но имеется на 1 июня и на 7 отставание дорожной карты. Это замена водоотведения и замена насосного оборудования. По докладам водоканала, они на 1 июля должны выйти в график на 40% по этим позициям. Продолжается в городе и ремонт лифтов. По словам Виталия Смыка, на финишном этапе ремонт подъемника в одной из многоэтажек на улице Патона. На очереди ремонт лифта в девятиэтажке по улице Чумака. Жители Черемушек просят установить демонтированную ранее остановку у магазина «Корона-плюс». Виктория Жукова поручила начальнику ЖКХ разобраться в ситуации. Об обстановке на подведомственных территориях отчитались главы городов и поселков Большого Харциска. Глава администрации Иловайска Руслан Дудников сообщил, что на сегодняшний день город железнодорожников готов к зиме на 19%. 1 июня у нас по графику стартовала промывка. На сегодняшний день промыты пять домов. Введется ремонт систем центрального отопления, замена запорной арматуры и трубопровода. На особом контроле держим подготовку узловой больницы, так как у них промывка по графику согласно выделенному финансированию. Это август-сентябрь. Но и также у них на сегодняшний день пока планы подготовки не выполняются, поскольку отсутствует финансирование. Держим вопрос на контроле. Если в июне ситуация с места не сдвинется, в июле будем либо вмешиваться, либо писать на министерство. В Иловайске готовы приступить и к ремонту кровель, сообщил Руслан Дудников. Дело за малым. Остается дождаться благоприятной погоды. В поселках Харциска свои заботы. Приступили к покосу травы возле пустующих домостроений. По улицам Колхозная, Советская, Почтовая, Заречная, Щерса. Это ПГТ Шахная. ПГТ Широкая, по улице Коммунистическая, вокзальная. Вывоз ТБО на постоянной основе. Силами ячейки общественного движения оказали помощь в благоустройстве Свято-Троицкому храму. За прошедшую неделю в Зуевке было устранено два порыва в системе водоснабжения. Один планируют ликвидировать сегодня, сообщил глава Зуевской поселковой администрации Александр Шипилов. Из-за сложности того, что рядом с порывом находится горсветовский столб. Все диспетчерские службы, в том числе горсвет, в курсе. Сегодня они переносят столб и порыв будет устранен буквально прямо рядом. Воду не отключали, потому что давление не сильно большое. Чтобы не оставить поселок пока без воды. Я думаю, за сегодняшний день эта проблема будет решена. Глава администрации Харцинска Виктория Жукова акцентировала внимание участников совещания на проблемах благоустройства города. Особенно на территориях, закрепленных за предпринимателями. Дожди идут, трава растет очень быстро. И наши службы коммунальные не успевают и свои территории охватывать окончательно. И участники тоже должны за своими территориями ухаживать.